Четверг, 33-й, Седмица по Пятидесятнице, 57-е зачало Евангелия от Марка. И говорил им в учении своём, «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, си поедающие домы вдов и на показ долгомолящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладёт деньги в сокровищницу. Многие богатые клали многое. «Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадранта. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудности своей положила всё, что имела, всё пропитание своё». Обличение Христом фарисеев и книжников. Уже не раз отмечалось, что высокомерие этих учителей народных были всегда предметом проповеди Господа Иисуса Христа. И своих учеников он предостерегает вот от такого лицемерия и от такого высокомерия. Потому что именно это высокомерие является стержнем, действующим основным мотивом деятельности книжников и фарисеев. Желание власти. Желание не просто власти, как каких-то административных полномочий, а желание власти, что называется, духовной, над умами людей. Ради этого они готовы были на всё. И на обман, и на спекуляции, на манипуляцию человеком. Если бы фарисеев или книжника что-нибудь спросили, и он не знал ответ на это, он бы не признался себе и не признался бы вопрошающему, что он не знает. Потому что сам о себе он другого мнения, всезнайка. И тогда он бы придумывал и сочинял бы и создавал эти бесконечные казуистические ответы. Всё ради гордости. Всё ради высокомерия. Именно поэтому Господь обличает. Так как высокомерие книжников делает их в конечном итоге не учёными. И высокомерие фарисеев делает их в конечном итоге неблагочестивыми. И нужно остерегаться, когда те, кто хочет быть учителем, но становится очевидным, что они всё делают ради вот этого желания власти, желания контроля над умами людей. Есть такое современное слово — лайкозависимость. Вот фарисеи и книжники — это лайкозависимые 2000 лет назад. Им нужна постоянная похвала, чтобы их увеличали, прославляли, и говорили, какой вы блестящий, как прекрасно вы написали или как прекрасно вы дали толкование. Без вас бы никто ничего не знал и не понял. И люди живут этим, встают, что называется, и засыпают с мыслью именно о том, как всё-таки стержать себе эту славу. Этот, условно говоря, лайк — это вечный недостаток, вечный, можно сказать, первородный грех. Все, кто стремится быть учителями или наставниками. И Господь снова и снова указывает на опасность этого состояния, на опасность и тех, кто в таком состоянии, и тех, кто идёт за такими слепыми учителями. Господь даже прямо говорит, что они примут тягчайшее осуждение, потому что и себя губят, и тех, кто их слушает и видит в них учителей. Здесь эти фарисеи и книжники, сказано о них, что они поедают дома вдов. Что имеется в виду? На самом деле имеется в виду, что вот эти все фарисеи и книжники, они, конечно же, кроме того, что они властолюбивы, они ещё сребролюбивы. И использовали всякую возможность, дабы вдовы, у которых нет, получается, прямых наследников чаще всего, назначили их душеприказчиками после своей смерти. А как душеприказчики, как исполнители завещания, книжники и фарисеи не забывали свой интерес. И Господь обличает их эту практику, стремится быть душеприказчиками завещания вдов, зная, что хотят этого они не для того, чтобы исполнить волю вдовы, а чтобы найти возможность получить себе от этого какую-нибудь прибыль. И далее в этом зачале повествуется о том, как Господь смотрел в храме, как люди подходят и бросают пожертвования в местную корнавку. Здесь есть очень важный момент, что богатые клали много, а вдовица положило совсем мало. Но Господь говорит, что именно вдовица положило больше всех. Почему так? В чём смысл слов Господних? Сам Господь объясняет это. Он говорит, все клали от избытка своего, а она от скудности своей положила всё. Лепта, которую положила вдовица, то есть две лепты, это две самых маленьких монетки, которые были в употреблении на то время. Получается, что она положила, что называется, мелочь. Но для неё эта мелочь, это её дневное пропитание, а может быть и не дневное, а может быть и недельное. И она отдаёт это, исполняя те предписания, которые существовали в Ветхом Завете о пожертвованиях. И снова, когда дают богатый человек, конечно же, будем прямо говорить, зачастую конкретные общины, приходы существуют благодаря таким большим пожертвованиям, потому что любой храм всегда требует многих вливаний, и содержание храма, все это понимают, это всегда значительные средства. Но с точки зрения нравственной оценки следует задаться вопросом. Вот когда человек способен отдать, в каком положении человек способен отдать, возьмём не деньги, а возьмём, условно говоря, еду. Когда у человека полный холодильник еды, ему ничего не стоит кого-то угостить, потому что он знает, что по сути себя ничего не лишает. Но когда у человека нет еды и он отдаёт всё, что у него есть, чтобы накормить другого, он совершает нравственный поступок, потому что он себя лишает какого-то предмета, каких-то даже жизненно необходимых вещей. В первом случае человек, поделившийся, он тоже сделал хороший поступок, он проявил щедрость, но он не отдал то, что является для него жизненно необходимым. А во втором случае человек проявляет нещедрость. Ему нечем проявлять щедрость, но он проявляет настоящий подвиг, потому что отдаёт жизненно необходимое. И вот с точки зрения нравственной оценки, с точки зрения системы ценностей, настоящий подвиг – это когда человек отдаёт не от избытка, а когда отдаёт от того, что у него и так нет. Тогда он способен показать, насколько он нравственное существо. И этот евангельский текст как раз и показывает, что да, богатые, делившиеся с храмом своими сбережениями, поступали согласно существующей традиции и проявляли щедрость. Но по-настоящему нравственный, ценный поступок принадлежит именно вдовице.